Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем чтение послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня обращаемся ко второй главе, снова ко второй главе этого послания, и обращаем внимание на отрывок, замечательнейший отрывок из второй главы послания, который читается очень часто в церкви, один из самых читаемых апостольских отрывков за богослужением. Братья, в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушан даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Итак, в нас, христианах, должны быть те же самые чувствования, чувства, которые и во Христе. Во-первых, чувства. Обратим внимание на то, что в нас должны быть чувства. Если в прошлый раз мы говорили о единомыслии, то здесь апостол Павел продолжает речь о том же самом единстве, потому что в нас должны быть те же самые чувства, что и во Христе. Значит, чувства у нас быть должны едиными для всех членов церкви. Но вот все-таки обратим внимание о том, что чувства все-таки должны быть. Некоторые думают, что христианин должен быть бесчувственным, он должен умертвить все свои чувства, он должен распять все свои чувства и совершенно ничего не чувствовать. Такое бывает, когда христианство спутаешь с буддизмом. На самом деле, церковь говорит не об умышлении чувств, а о преображении чувств. Чувства должны быть преображены, они должны быть освящены, одухотворены, то есть они должны пронизаны духовным началом, они не должны быть просто эмоциями, они должны быть плотскими и душевными, эти чувства, но быть они должны все непременно. Человек должен чувствовать, потому что чувственная жизнь, жизнь чувств, это одна из аспектов, один из аспектов самого бытия человека. И во Христе мы видим чувства, у него был любимый ученик, он плакал над гробом Лазаря, и даже скупые сведения об его чувствах, как они выражены в юангельском повествовании, позволяют с уверенностью утверждать, он был человеком очень глубоко чувствующим и зло этого мира, и страдания людей в этом мире. Как он преклонялся к мольбам людей, с какой трогательной любовью видно, он воскрешает дочь Иаира, как он обращается, как он сжалился над сыном наинской вдовы, как вообще кругом, вот как он относится с твоим апостолом, как он относится к людям страждущим, как он говорит свои слова, как он гневно относится к злу и насилию, это чувства, но чувства совершенные, чувства святые, и вот таким образом одухотворить чувства должен каждый человек. Это первое, на что стоит обратить внимание. А во-вторых, чувства-то эти должны быть, как уже сказано, такими, как во Христе. Мы не понимаем, на самом деле, насколько Христос наш, насколько Он человек. Мы, на самом деле, гораздо нам проще сказать, и мы так чаще думаем, что Он не Бог, Он часто даже становится настолько, как вот мы Его себе представляем, как некий абстрактный символ, как некую идею совершенного человека, как почти литературный персонаж, вот такой совершенный человек, но на самом-то деле, человек-то не от мира сего, и поэтому Он не может быть являться, не может быть для нас образцом, Он не может быть для нас примером, и не может быть эталоном. Это некий совершенный человек, который пришел нас спасти, и Он нас спасает, и за это мы поем Ему славу, и Его благодарим. Но все меньше и реже приходит на сердце и в голову человека, что на самом деле каждый человек должен быть таким, по чувствам своим, как Христос. Мы не можем быть Богом, но речь-то везде в Евангелии практически идет о том, какой Он человек. И поскольку Он наш, Он человек, в совершенном смысле этого слова человек, мы должны таким же, значит, для нас есть возможность иметь такие же чувства, жить так же, как жил Христос. Но вот это до нас не очень доходит. Дело в том, что Христос является, скажем, просто человеком. Он Бога человек, Он Бог совершен. Но по своему человечеству Он просто человек. Вот такой, как Он, это и есть человек. Вот когда мы произносим слово человек, мы должны разуметь под собой человеческую природу Христа. Мы должны представлять Христа. Вот Он человек. Он мера человечности. Он критерий человечности. Собственно, все, что вне Христа, все, что мы не наблюдаем во Христе, то никакого отношения к человечеству не имеет. Не имеет ничего, что каким-то образом не связано со Христом, что мы не находим в Его жизни, в Его чувствах, переживаниях, в Его словах, в Его свидетельстве. Это никакого отношения к человечности не имеет. Он подлинный человек и выражение подлинной человечности. Можно сказать, часто спорят, как бы ставя некие две парадигмы. Есть вот раньше, до нового времени, в средние века, люди жили в мире теоцентричном, то есть в центре их миросозерцания, бытовой жизни, мировоззрения, был Бог. Потом пришло новое время, произошел гуманистический переворот и в центр жизни был поставлен человек, живой, реальный человек. Мир стал антропоцентричным. Вот и часто люди спорят, вот какой из этих парадигм лучше, что из них более истинное. Одни говорят, что вот был центром мира Бог, и сколько насилия во имя этого Бога, сколько крови во имя этого Бога пролито, обязательно вспоминая при этом крестовые походы и всякие прочие безобразия. Люди, наоборот, когда пытаются показать, что мир антропоцентричный лучше, говорят, вот до чего мы дошли, какое внимание к человеку, какая любовь к человеку, нищих нет, болезни побеждаем, внимание, забота каждому человеку, неужели это может быть плохо, и Христос это заповедовал. А на самом-то деле, это обе этих позиции неправильно, потому что и обе этих позиции никакого отношения к церкви не имеют. Для церкви всегда центром мира был и не Бог, и не человек. Центром мира был Христос отныне и во веки веков, совершенный Бог и совершенный человек. И если мы, нам больше нравится думать о человечности, то тогда мы должны понимать, что человечность подлинная, это человечество Иисуса Христа. Если мы думаем о Боге, и Его должны каким-то образом собираемся поставить во главу угла, то должны понимать, что это тот Бог, который в своей жизни явил Господь Иисус Христос. Но вообще на самом деле божество и человечество в лице Иисуса Христа соединены нецелитно и нераздельно, поэтому только с надрывом и всяким искажением правильной, истинной, духовной жизни можно совершать такую процедуру, думать, что я служу Богу или я служу человеку. Мы все призваны служить церкви, мы все призваны служить Христу в церкви, никогда не разделяя в нашем служении служение Богу от служения человеку, никогда, иначе всякое такое разделение будет оканчиваться духовной, поскольку оно ложно, будет оканчиваться духовной катастрофы. Христос это и есть естественный человек, поэтому чувства, которые чувствует Христос, то, что он переживает, то, что он испытывает, и есть чувства для нас естественные, если мы, конечно, родились во Христе, если мы родились от воды и духа, ведь рождение от воды и духа это и есть как раз возрождение человеческой естественности, человек некрещенный это существо противоестественное, это существо на самом деле выпавшее из пределов естественного для человека, это существо всегда в той или иной степи допускающих и искажения человеческой природы, допускающие ложь, и обязательно это оканчивается тем или иными проявлениями и вообще в жизни человека, и в духовной жизни, и в материальной жизни, и в бытовой жизни, во всех сферах жизни это всегда проявляется. Только Христос есть подлинная мера человечести, Он естественный, совершенный человек, Он есть для нас образец, и если мы не можем, то мы и творим покаяние как свидетельство, собственное свидетельство о том, что мы недостаточно любим Его, не верны Ему в тех обязательствах, которые давали, когда крестились, отрекаемся от Него, отвращаемся от Него, и на самом деле, в конце концов, больше всего на свете мы любим этот вещественный мир, а вовсе Него не Бога нашего, вовсе не Христа, вовсе не горнее царство и не вечные ценности, тем самым мы сами свидетельствуем себе, что мы ведем себя недостойно человека, призванные для вечности, призванные к Богообщению, названные сынами и богами, мы тем не менее преклоняемся низу, служим вещественным началом мира, поклоняемся этому миру как кумиру, и его называем источником своей жизни, и служим ему, и отдаемся ему, что естественно недостойно подлинной человеческой природы, что каждый просто трезво и непредвзято размышляя способен это уразуметь, и вот поэтому и человек и может, не просто может, обязан, должен стяжать чувства Христовы, и это было бы никак невозможно, если бы первоначальный человек не родился от воды и духа, если бы в это восстановленное человеческое естество не дана была благодать Святаго Духа. Поклонимся Святому Господу Иисусу. И какие же чувства видим мы в Иисусе Христе? Вот то, что дальше описывает апостол Павел в этом прочитанном отрывке называется на языке богословия, греческое слово при этом используется кинозис Христа, уничижение, он смирил себя до смерти и смертный крест, он, причем подчеркнуто, он не вознес себя до Бога, как говорит апостол Павел, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Это же прямое указание на Адама, который, будучи образом Божьим, он хотел похитить себе божественное достоинство, он хотел стать как Боги. Христос, будучи образом Божьим, он не пытается провозгласить себя Богом, он нигде не выпячивает свое достоинство, какое бы высокое оно не было, насколько бы заслуженно оно не было, он становится человеком, он становится рабом Божьим, как бы забыв о том, что он подлинный единородный сын Божий, он называет себя рабом, он ведет себя как раб Божий, во всем послушно повинуясь своему отцу, как раб, исполняя совершенно покорно его волю, забыв о том, что он имеет право на что-то, имеет достоинство, имеет честь, он все это отметается и как раб идет и смиряет себя перед людьми, которые неизмеримо ниже его и по онтологически, потому что они творения, а он Бог, он их творец, он смиряет себя перед ними, хотя неизмеримо выше их и по славе своей и неизреченной, которую видел он на горе Фаворе, и по происхождению своему, и по природе своей, и по качествам, которые он обладает, он несомненно и по своему роду, даже с точки зрения человеческой, как потомок Давида, по тем пророчествам, которые сказаны для него, и которые мог бы предъявить и доказать, что он имеет на это право, он нигде ничего не показывает, ни своей чести, ни своего достоинства, ни своей славы, ни по человечеству, ни по божеству, а смиряет себя совершенно, являясь Богу, послушан даже до смерти, причем смерти очень болезненной, как известно, и смерти позорной, поносной, как говорят богослужебные книги, то есть, то, что позорит, то, что является поношением, не просто какой-нибудь величественной смерти, а то, что заведомо унижает человека, и в лицах окружающих людей, в лицах врагов, и в лице находящихся тут иудеев, в лице некоего социума, среди которых он живет, и даже перед лицом его учеников, это унизительная и очень болезненная смерть, и все это он предпринимает, хотя все это может не предпринимать, он принимает добровольно, потому что так изволил его отец, и он во всем являет послушание отцу, и ради послушания отцу совершенно смиряет себя перед всяким человеком, вот это его кинозис, его уничижение, его снисхождение даже до ада, чтобы вывести оттуда умерших, мы ведь тоже образы Божьи, и об этом говорим очень часто, говорим всегда, много говорим об этом, что мы образы Божьи, мы люди, мы рабы Бога Всевышнего, да нет, мы не рабы, мы дети Божьи, мы призваны к свободе, мы должны свободу получить, мы должны о свободе свидетельствовать, все должны меня любить, потому что Бог меня любит, и Он всем заповедил, чтобы меня любили, чтобы никто мои свободы не ограничил, потому что я к свободе призван, и такие подобные слова говорим, потому что мы Боги, потому что мы Сыны Божьи, потому что мы призваны к свободе, и все должны нас любить, и все должны нас жалеть. Но Христос так не делал. Это не Христовы чувства, а в нас должны быть чувства Христовы. То есть мы должны чувствовать то же самое, что Христос. Мы должны смирить себя, мы должны стать рабами Божьими, даже если мы получили прямое, непосредственное удостоверение того, что мы усыновлены Богом. Даже если у нас ощутимо почил на нас Дух Святой, даже если мы не в фаворском свете, а лицом к лицу встретились с Богом, то тем более, тем ниже мы должны смириться, тем большую талико послушания мы должны принести, мы и видим это в святых. Чем больше они были озаряемы благодатью Святаго Духа, тем ниже склонялись их головы, тем смиреннее они становились, тем больше и готовы были перенести, тем меньше у них было желание хоть что-то о себе засвидетельствовать и хоть что-то о себе потребовать. И не является ли это некой закономерностью, что человек, который требует к себе внимания и заботы, который ищет славы и почести и говорит, что ему это должны явить, что он такой-то и такой-то, у него столько-то и столько-то заслуг и что он действительно на это претендует, ему должны это дать. Не является этот человек его требования, его притязания прямо или обратно пропорционально количеству стяжаемой им благодатью, количеством действительно проникновения в судьбы и тайны Божьей. Мы должны быть послушны Отцу до смерти и смерти больной и позорной, потому что так чувствовал Христос. Если мы чувствуем жажду славы, почести и требуем, чтобы нам что-то явили, это не Христовы чувства. Жизнь на земле по образу сынов Божий может быть только последованием Христу, может только шествием за Ним в уничижении, смирении и послушании. Если это будет не так, если человек каким-то образом думает являть что-то другое, он думает как должен на земле жить сын Божий, размышляет над этим, фантазирует, выдумывает ну как должен жить сын Божий на земле. И у него возникает некий образ, как должен образ Божий, сын Божий, друг Христов, как должен жить на земле. У каждого человека возникает некая картинка. И он пытается, как ему кажется, жить так, как он представляет себе жизнь сына Божьего на земле. Конечно, этот образ как-то пропитан, как-то насыщен евангельскими сюжетами, образами, словами, но в целом это его иллюзия, это его фантазия, это его постановка. Он так поставил свою собственную пьесу, как я был сыном Божьим. Он так себе представил это, что он должен быть, как он должен явить свое, вот так сказать, божественное сыновство. Это не всегда заканчивается страшной прелестью, как написано об этом у святых отцов. Почасто гораздо более невинны и гораздо более детские шалости безобидны, наверное, для посторонних, по крайней мере. Но это все равно неправда. Это все равно не истинно. Это не приносит пользы у человека, играющего роль сына Божьего. Даже если эта пьеса написана гениально, и он гениально ее играет. Потому что на самом деле настоящий сын Божий, он вел себя совершенно иначе. И он не выдумывал ничего, он просто вот прошел этим путем уничижение, смирение и послушание. И заповедал идти этим же путем. Если мы сыны Божьи, не надо ничего выдумывать. Мы же во Христе, мы же с Ним соединились, мы с Ним сочетались. Дух Христов живет в нас со дня миропомазания. Кровь Христова течет в наших жилах, а древние говорили, что в крови душа. Мы пропитаны Христом, мы должны быть пропитаны Им. И нам не надо выдумывать, какие у Него чувства. Если мы действительно в Нем и с Ним, эти чувства проявляются в нас. Они рождаются в нас. И, собственно, апостол Павел на это и намекает. Ведь тогда не были еще написаны Евангелии. И люди не читали, как вел себя Христос. Но они крестились, получали благодать Святаго Духа, причащались к телу и крови Иисуса Христа и обретали себе чувства, которые во Христе. Потому что Христос жил в них. И в нас должен жить. И мы призываем и свидетельствуем об этом перед тем, как причащаться и после того, как причастились. И вот причастившись, мы должны почувствовать эти чувства. А то, что говорит апостол Павел об уничижении, это просто критерий. Если ты видишь чувства, которые не соответствуют тому, что встретил, зная, что о Христе, который смирил себя и подчинил себя людям низким, недостойным, что такое воины, бьющие его в приторий. То, если мы видим другие чувства, не те, которые были во Христе, значит мы что-то не то делаем. Значит не во Христе мы, значит не его чувства в нас. И это должно нас тревожить. А если обретаем те же самые чувства, то, слава Богу, мы во Христе. И вместе с ним страдая, чтобы вместе с ним воскреснуть, прикоснуться к славе. Ведь об этом он и говорит, что мера смирения, перенесенного истинным Сыном Божьим, необыкновенно велика. Никто никогда ничего подобного не сделает, потому что любой человек, смирившийся, всего лишь делает то, что должен делать, исполняя меру своей природы. Он, творение, он должен смириться перед Богом, погружающим его в те или другие жизненные обстоятельства. А тут смиряется Сын Божий. Сам владыка этой жизни терпит удары от руки, силу которой дает он же, как владыка жизни этого человека. И он смиряется перед ударом этой руки, перед этой губой, которая его питает уксусом, перед этим копьем, пронзающим его, перед этим плевками и ударами по голове, тростью, перед пощечинами, он смиряется. И немало вопреки глаголю. И вот за эту меру смирения, и высота, на которой вознесен он, как человек, неимоверно высока. Но такова милость Божья, что он, если мы с ним вместе идем этим путем кинозиса, этим кинотическим, смиренным путем послушания Отцу, то он и нас вознесет туда же. Потому что мы в нем, и мы с ним, и мы вместе с ним сядем одесную Богу. Но другого пути сесть туда нет. Как спросили ученики Христа перед входом в Иерусалим, «Можно мы сядем справа и слева от тебя?» Он говорит им не о том. Чашу сначала испейте. Не просто чашу страдания. Страдать можно по-разному. А чашу смирения, послушания, страдания по послушанию, страдания принимаемого скротостью, сознательного шествования пути страдания, с коротким сердцем по любви к людям, по любви к церкви, по послушанию к Отцу. И человек, идущий таким путем, вознесен будет и сядет вместе со Христом, одесную Отца. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всебог прииди Крестом радостному миру.